Глубокой темной ночью мой брат внезапно проснулся от ночного кошмара. Лежа на боку, постепенно приходя в себя, он вдруг обратил внимание, что вокруг какая-то неестественно густая темнота, практически всепоглощающая и живая. Приподняв голову, он заметил, что внутри этой темноты, прямо перед кроватью, стоит еще более темный, совершенно черный силуэт. Самое пугающее это был уже давно не сон и даже не сонный паралич. Страшный мистический кошмар стал происходить в реальности. Испытывая чувство невероятного ужаса, он пытался взять себя в руки и, будучи бойцом, по жизни вскочил и, выпромившись, на кровати принял боевую стойку. Жуткая черная тень, увидев такую реакцию, будто дым проскользила к открытым дверям балкона и исчезла в ночной темноте. Люди тени или теневой народ – пугающий и загадочный феномен. После того, как я сделал ролик под названием «Главная тайна сонного паралича», не сотни, а тысячи людей написали о своем опыте. И в каждом третьем или даже втором комментарии фигурировала та самая тень или даже несколько. Каждый раз эти сущности несли с собой ужас и страх. Однако мой брат видел отнюдь не сон. Это была объективная реальность. И возникает самый важный вопрос – кто эти люди тени, зачем пришли и почему несут лишь страх и ужас. Сегодня мы выясним, кто они и узнаем, существуют ли они на самом деле. Сегодня вас ждут шокирующие откровения людей, переживших встречи с тенями. Вы увидите жуткие видеозаписи, на которых были запечатлены люди тени. А главное – вы узнаете, как с ними бороться. Если судить по комментариям, особенно в состоянии сонного паралича, люди встречаются с этими ужасными созданиями крайне часто. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Зло и ложь будут побеждены. Знанием, любовью и единством. Ты на канале Нулевой Пациент. Мы растем лишь благодаря вашей активности. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк под видео, поделитесь им, досмотрите до конца и жмите колокольчик. Впереди очень много интересного. У современной науки, в частности психиатрии, есть свое объяснение данного феномена. Оно простое. Жуткие тени, которые люди видят периферийным зрением или в темноте в реальной жизни – это параидалия. Разновидность оптических иллюзий, свойственных как людям с психическими проблемами, так и здоровым. Знаете, когда краем зрения кажется, что дома ты увидел какое-то животное или человека, а когда мы оборачиваемся, оказывается, что ничего нет. Это и есть параидалия. Есть еще понятие гипногогия – состояние между сном и реальностью, когда разум создает якобы гипногогические галлюцинации. В темноте он может дорисовать все, что угодно. Но есть вопросы ко всем якобы научным объяснениям. Почему миллионы людей по всему миру видят в состоянии сонного паралича людей-теней? Только в моем окружении переживших подобное двое. Плюс я. У людей не должно быть одинаковых галлюцинаций. Это невозможно. Все люди разные, их бессознательное разное, и, соответственно, галлюцинации должны быть разные. Как человек, очень глубоко изучающий клиническую психиатрию, побывавший в нескольких лечебницах, и неважно, по какому поводу, совсем не важно. Не думайте об этом. Добро пожаловать! Шапочку тебе дать? Могу точно сказать, там ни у кого нет одинаковых галлюцинаций. У каждого своя жуткая и очень тяжелая история. Мой брат видел сущность, выглядящую как тень, наяву, и я ему верю. Мой лучший друг – художница, нарисовавшая эту прекрасную картину. Недавно оказалась в состоянии сонного паралича. В ту же секунду, когда она в нем очутилась, черная тень подошла к ней, и после того, как сказала «Я есть зло», открыла гигантскую пасть и стала всасывать в нее весь мир. Жуткое зрелище. Выйдя из этого состояния, как это всегда и бывает, окружающий мир оказался прежним. Тень была активна только в состоянии сонного паралича. Все жуткое шоу было важно лишь там. Тень, которую увидел мой брат, в реальной жизни исчезла, когда тот ей начал угрожать. Не думая, что она испугалась его, она скорее была шокирована тем, что ее обнаружили. Мы живем в реальном мире, и несмотря на шокирующие рассказы и кадры, ничего, кроме возможного психологического урона от жутких теней в жизни и в сонном параличе, видимо, нет. Тогда зачем они рядом, и зачем нас пугать? Вопрос важен, ведь они далеко не добряки. Совсем недавно, благодаря конспирологам-диссидентам, я узнал, что суть в жертвоприношении всесильными политиками не в адринохроме, это бред, а в энергии, которая называется гавах. Это тонкоматериальное излучение человеческих страданий, которые человек выделяет на протяжении жизни, и особенно много во время огромной боли и жуткого страха. Узнав о гавах, я хотел накинуться с критикой и растоптать эту теорию своим критическим во многом научным мышлением, но не могу этого сделать. Автор этого понятия Даниил Андреев, написавший религиозно-философское произведение «Роза мира», я, как человек думающий, говорю вам, не торопитесь критиковать людей, прошедшие через подобное. Моё мнение, этот человек – гений. Закоренелый аномальный мистик, великий режиссёр, мой фаворит Дэвид Линч, по вселенной Твин Пикс создал такую вещь, как гормонбозия, вещество, похожее на кукурузное пюре, боль и печаль, которым питаются жуткие тёмные существа и добывают его из людей. Показателен ещё и вот этот момент из кинофильма, который был снят по произведению Стивена Кинга. Здесь тоже жуткие твари, которых не назовёшь людьми, питаются страхом и страданиями. Эти двое явно не читали Андреева. Но подобные теории есть не только у писателей, но и во многих культурах и древних религиях. Нет дыма без огня. Как бы это необычно ни звучало, следует хотя бы попробовать узнать, что, как, зачем и откуда. В одном из роликов, который оказался очень популярным у зрителей, я высказал теорию, основываясь на моих самых примитивных знаниях в области квантовой физики. Рядом с нами есть масса незримых существ, которых мы на протяжении жизни вскармливаем сами нашей энергией. Судя по всему, это гавах и что-то ещё хорошее. Если мы кормим белого волка, мы становимся лучше. Если злого, мы становимся хуже. Но самое главное, эти существа становятся сильнее с каждым годом на протяжении нашей жизни. Если говорить о плохих сущностях, они превращаются и становятся теми страхами, которые мы боимся сильнее всего, чтобы мы дали этой энергии максимально короткое мгновение, как можно больше. Это предположительно происходит так же, как происходит с электроном, который становится частицей из волны, когда мы определяем его положение в пространстве. Быть может, тень человека – это некое базовое состояние этого существа. Есть ли данному предположению какие-то доказательства? У нулевого пациента наверняка что-то есть, чёртов рептилоидомасон. Лярва. На латинском «ларва» – привидение, изначально маска, личина или личинка, то есть нечто, что формируется. В древнерибской мифологии душа, дух умершего злого человека, приносящая живым несчастье и смерть. Надо сказать, на Википедии данная информация указывается как недостоверный источник. Но что, если мы посмотрим просто в словарь? Ларва на латинском «маскировать». Выводы делайте сами, мои дорогие друзья. Всё перед вами. Но ведь сонный паралич случается не каждый день, а видение в нём тем более. А после 35-ти они практически исчезают. Здесь очень хорошо лепится та теория, что у детей эта энергия больше и чище. Как не вспомнить ещё один намёк тайного мирового правительства в одном из мультфильмов. Монстры были там. Смирные ноги, смирные ноги, смирные ноги. Ох, дети уйдут! Смирные ноги, ждут нас. Ха, получил! Нас, консервологов, не обманешь, мы видим тебя насквозь. Люди, побывавшие в сонном параличе, знают, что там эмоции от испуга значительно сильнее, чем в реальной жизни. Так что убивать, видимо, не обязательно. Пока конспирологам не зачёт. Один молодой человек написал в комментариях под видео о тайне сонного паралича, что однажды ему приснился кошмар. После пробуждения он оказался в параличе и увидел, как из-за него встала тень. И уже после этого начала мучать и пугать. Выходит, что они не знают, когда у нас случится сонный паралич. Они с нами уже во сне. Так, если жертва оказывается в нужном состоянии, они всегда рядом. После 35 гавах становится не таким качественным, и их становится меньше. Сразу говорю, это не утверждение, размышления на основе имеющихся самых простых доказательств. Но в любом случае, когда сам сталкиваешься с этим, это очень неприятно, и некоторым даже разрушает жизнь. Не забудьте спуститься в комментарии и рассказать вашу историю о том, как вы повстречали человека тень, а может и не одну, в сонном параличе, или даже в реальной жизни, как мой брат. Можно ли бороться с этой мерзостью? Разбежите меня, я их поведю! Но не у всех получается встать из собственного тела и постоять за себя. У меня пока от собственного тела отрываются только руки и ноги. Грудную клетку и голову не оторвать, они будто пришиты. Если так, то поможет молитва, христианская, мусульманская и даже мат. Убежден, что это связано с очень крепкими нейронными путями, которые создали убеждение, что эти приемы помогут. И это никак не означает, что мистического нет. Это лишь означает, что те, кто советовал вам молиться одной и той же молитвой изо дня в день, много чего знают. Если вы повстречаете тень в жизни, то вспомните о реакции моего брата. И они сдрыснут. И помните, что хорошее тоже можно и нужно кормить хорошим. И тогда тот, кто вас оберегает, будет очень силен как в метафизическом мире, так и в физическом. Я не скажу за весь мир, скажу только за себя. Убежден, феномен существует. Он, конечно, связан с вашей психической силой. Но это отнюдь не значит, что он не мистичен. Надо просто работать, чтобы понять все факторы на 100% и уже потом сложить их воедино. Это означает быть ученым, а не категоричным лохом. Иногда ответы в нашей жизни появляются сами собой. Мой очень близкий человек имеет уникальную способность. Она после того, как ложится спать, обнаруживает себя вышедшей из тела. Иногда. То есть речь идет об астрале. Существования этого явления у меня сомнений нет, так как, повторю, у меня без проблем отделяются руки и ноги от тела. А однажды мне удалось, встав из тела, выйти ночью на балкон и, посмотрев на небо, пережить невероятное мистическое божественное откровение. Мне удалось встать, потому что меня вели и хотели нечто продемонстрировать. Так вот, моя подруга в очередной раз вышла из тела и в эту ночь в ее доме ночевал с ней человек, к которому у нее своеобразные отношения. Будучи в астрале, она спустилась на первый этаж, вошла в комнату, где находился объект, села ему на грудь и начала его щипать, щекотать и дергать за нос. Он продолжал спать. Я спросил у нее после рассказа, ты понимаешь, что чисто технически и физически ты не можешь сесть и поместиться у кого-то на груди, ты уже взрослый человек? Она сказала, да, квантовый мир, объект, сотканный из еще неоткрытых наук и субатомных частиц, наделенный сознанием, будет ощущать себя и видеть, как захочет, а тот, кто его наблюдает, по-своему. Так наши родственники молоды после смерти, так привидения говорят в Англии на английском, а в Японии на японском. Умершие видят христианский рай, а мусульмане исламский, а атеисты ничего не видят, так вам и надо. Моя подруга села на грудь человеку и стала его пытать, а что там за картинки, на которых изображен сонный паралич? То есть, те, кто приходят, обладают сознанием, как и люди тени. Меня ничто в этом не переубедит. Несите еще одну рубашку. Суть их питания остается пока загадкой, но у всего есть смысл, и мы разгадаем его обязательно со временем. Почему тень в реальном мире увидел мой брат и ощутил ее? Почему люди даже умудряются заснять эти тени на видео? Непонятно. Конечно же, все это можно описать лишь одним словом ложь. Но я прошел через это сам и верю себе и близким моим роднулечкам, которые даже в детстве по пустякам меня не обманывали. Будем изучать. Друзья, обязательно в комментариях напишите вашу суперинтересную историю встречи с паранормальным, а также предложите тему последующих роликов. Задавайте вопросы, будьте вежливы и я обязательно вам отвечу. Те, кто пишет постоянно про джинов и бесов, только молитва вам поможет и так далее, делайте это корректно и не так категорично. Вас читают люди, не разделяющие ваши взгляды. И это нормально, что кто-то думает иначе. Будем ко всем вежливыми. Зрители и подписчики канала Нулевой Пациент скоро не по моей инициативе, а по просьбам людей стартует марафон 47 дней с целью исполнить ваши желания. Никакой мистики, а только нейрофизиология. Люди попросили меня помочь и я с удовольствием все расскажу. Если будет один человек, я с ним это сделаю. Будет 100, тоже сделаю. Но ждать никого не получится, потому что я тоже буду проходить это со всеми. Мне интересно и я не буду напихиваться сладостями, когда кто-то держит пост. Это не честно. А я вас обманывать никогда не буду. Хотите поучаствовать? Просто подпишитесь на канал в Телеграме. Ссылку оставлю в описании. Стартуем 17 августа в понедельник. Почему такая дата? Нужно подготовиться, рассказать вам о еде, которая должна быть, о деталях, как медитировать, как молиться. Может, какие-то вам посоветуют даже добавки безвредные. Плюс 11 августа почти за неделю до этого в 16.30 я буду администрации президента требовать принятия закона Даши Лукьяненко, чтобы создали интернет-карту пиафилов, чтобы каждый родитель знал, где они живут. Такая карта есть во всех цивилизованных странах. Присоединяйтесь. Вся информация тоже будет в Телеграм-канале. В этот момент, скорее всего, будет много эмоций, а на протяжении 47 дней эмоции должны быть спокойными или только хорошими. Если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Меня зовут Крыжиновский Петр, вы были на канале Нулевой Пациент. Как всегда, подписка, лайк, поделиться и колокольчик. Всех вас очень люблю, ценю и уважаю. Ха! Он забыл сказать, грядут перемены. Так ты это сказал. Точно. До новых встреч. Не волнуйся, все будет в порядке. И однажды мы вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok